Учитель, зачем вы все это делаете? Ученик был явно взволнован, задавая этот вопрос. Грандмастер, что именно? Зачем вы занимаетесь развитием Академии? Грандмастер внимательно посмотрел на ученика, молча продолжил внимательно разглядывать. Наконец, ученик не выдержал затянувшейся паузы. Я знаю про принцип Эдхиро. Конечно же, я знаю, но ведь у вас давно больше десяти учеников. Много, больше, и ваша сверхсила никогда не покинет вас, но вы продолжаете. Грандмастер продолжал молчать, но в этот раз уже словно не обращая внимания на ученика. Он погрузился в размышления. И, конечно же, я помню про Миги. Конечно же, я помню про Миги, и ученик начал говорить столь быстро, будто у него было ограничено время, и он мог не успеть закончить какую-то очень важную мысль. Я понимаю, как? Я понимаю механизмы практики, но что вами движет? Почему вы не останавливаетесь, когда уже давно, давно могли бы снизить интенсивность ваших действий? Я не понимаю. Ведь и учеников у вас много. И Мигов, я уверен, у вас случилось не меньше, чем у Далай-Ламы. Но почему? Вернее, зачем вы все это делаете? Грандмастер еще немного помолчал и начал отвечать одному из своих любимых учеников. Как ты считаешь, что лежит в основе каждого Мига? Миг – это минимальный элемент временного континуума, который можно наполнить действием для ума, действием для сердца, действием для тела и действием для тишины. Миг – это 0,62 секунды, минимальное время, в котором человек может сохранять действенную целостность. Миг – это там, где случается удивление. Ты очень точно описал мне, как проявляется Миг. Ну, из чего он состоит? Из удивления? Состоит из удивления. Разве нет? Грандмастер широко и от души улыбнулся. Удивление – это то, как я понимаю, что нечто случилось. Но в чем сама суть? В чем источник этого нечто? Ученик надолго замолчал. Во всей его фигуре читалось напряжение. В какой-то момент на лице его появились признаки охватывающего его отчаяния. Но он продолжал молчать. У него не было ответа. Наконец, он произнес. Учитель, я не могу понять. Это нормально? Ответил Грандмастер. Это очень сложный момент в учении их здесь. Возможно, самый сложный. Я не хочу спешить с ответом. Иди подумай еще. И приходи ко мне после. Прошло много дней, и ученик снова встретился с Грандмастером. У меня есть гипотеза. Радостно воскликнул ученик. Вы хотите? Вы хотите влиять на то, как развивается мир? Грандмастер рассмеялся. Даусские мудрецы давно дали в ответ на это трактат. Познание тайм. Процитирую одно место. Мировые дела развиваются не в соответствии с чьим-либо замыслом, а благодаря своей собственной природе. Ничто не в состоянии помочь изменениям мириадов живых существ. Поэтому остается постичь саму сущность и вернуться к ней. Поэтому мудрецы культивируют свою внутреннюю основу, а они украшают себя внешними побрякушками. Они активируют свой жизненный дух и погребают свои ученые мнения. Поэтому они открыты и не изобретательны. Хотя не существует того, чего бы они не могли бы сделать. И у них нет правил, хотя в их жизни не существует ничего неуправляемого. В душе ученика боролись противоречивые чувства, разочарование и восторг. Он снова ошибся. Ну как же здорово это сформулировано. Но зачем же тогда? И в чем суть каждого мига? Грандмастер отвечал. Встреча с Богом. Соприкосновение с Богом. Вот что такое миг. Помолчав еще немного и глядясь с симпатией на шарашенного ученика, он добавил. Бог где-то рядом. Бог всегда где-то рядом. И я живу, чтобы находить Бога в том, кто рядом со мной. Чтобы найти Бога в себе.